Спонсор программы Капли Акуметил. Покраснели глаза? Ощущение песка? Аллергия? Акуметил. Здоровье и сияние ваших глаз. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Тольяттинские автогонщики уверенно заявили о себе на чемпионате страны. Валерия Храмова стала третьей на чемпионате России по легкой атлетике. Юные гонщики Самарского ЦСКА стремятся в элиту российского велоспорта. Самарские велосипедисты успешно прокатились на чемпионате области. Индивидуальная 15-километровая гонка на шоссе в Тольятти показала, кто готов представлять 63-й регион на всероссийских соревнованиях. Среди юношей золота на счету Александра Штенникова. На него у тренеров особой надежды. Серебро у Далера Байматова и Кирилла Кириллина. Бронзу у Александра Барабанова. Среди юниорок второе место заняла Алена Демина. Третья Екатерина Богданова. На чемпионате России по легкой атлетике Валерия Храмова стала бронзовым призером в Чебоксарах. Чувашия Самарка в беге на 400 метров с барьерами одолела дистанцию за 57 секунд. Валерия отстала от серебряной призерки представительницы Свердловской области Ирины Текунцовой на какие-то доли секунды. Чемпион страны москвичка Вера Рудакова оказалась быстрее Храмовой на 2 секунды. В Карелии финишировал очередной этап чемпионат России по ралли. Тольяттинский экипаж Евгений Суховенко Юрий Куликов завоевал первое место в классе Р2. Из 47 машин до финиша добралась только половина. Победа на Карельской трассе позволила автозаводцам ворваться в тройку лидеров чемпионата страны. Следующая гонка состоится на Урале в последних числах июля. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.